МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Восьмая годовщина ратификации Северского договора. ЕСЭ призывает Баку обеспечить право арцахцев, в том числе возвращение в свои дома, принудительное перемещение в форму продолжающейся войны и насилия, превосходящее бедствие войны. КОЧАР ФЕСК. 125-летнего Ирбанда Кочара. Золотой абрикос уделит особое внимание столетию Шарля Азнавура и Сергея Параджанова. Валерик Муфсисян. Двукратный чемпион чемпионата Европы до 19 лет. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 22 июня с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армену Исаакян. В рамках заседания правительства Республики Западной Армении пресс-секретарь представила речь президента Республики Западной Армении Лития Маркуссян, председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна относительно дорожной карты Республики Западной Армении. официальную декларацию Республики Западная Армения, предстоящей работой и программой сотрудничества с соседними странами и государствами, защиты прав армян Республики Западной Армении в ООН, также представив важность ратификации Северского договора, представленного депутатом президентом Арминаком Абрамяном. 23 июня 2024 года исполняется 8 лет с момента ратификации Северского договора. 23 июня Республика Западная Армения проведет встречу в ЗУМ. Встреча будет транслироваться на нашей странице в Facebook в 19.00 по Парижу и в 21.00 по Еревану на армянском и французских языках. Докладчик Арминак Абрамян. Напомним, 10 августа 1920 года в пригороде Парижа Севере был подписан мирный договор. Он касался Объединенной Западной и Восточной Армении. Турция признала Армению свободным и независимым государством. Армения должна была состоять из велоэтов Ирзурум, Трабзон, Ван и Битлис, окончательные границы которых должны были быть очерчены Соединенными Штатами Америки. ЕС продолжает призывать Баку обеспечить права арцахцев, включая реализацию их права на возвращение в свои дома. Об этом, отвечая на вопросы депутатов Европарламента, заявил Жозеп Боррель. В касательной ситуации с задержанными из Арцаха ЕС призывает Баку соблюдать надлежащую правовую процедуру, основные принципы защиты задержанных, обеспечив прозрачность. Евросоюз убежден, что меры по укреплению доверия, включая освобождение и репатриацию удерживаемых в Баку армянских задержанных, могут принести пользу общему мирному процессу и продолжить путь к укреплению доверия между сторонами. Напомним, в этой связи ЕС приветствовал совместное заявление Восточной Армении и Баку от 7 декабря 2023 года о мерах укрепления доверия, включая обмен пленными, продолжая призывать к дальнейшим шагам в этом направлении. Принудительное перемещение формы продолжающейся войны и насилия, превосходящее бедствие войны. В резолюции 55-76 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 4 декабря 2000 года 20 июня отмечается как Всемирный День Беженцев. Цель – оспендовленность проблемы беженцев во всем мире. Это еще один сигнал напомнить миру о нарушениях прав насильственно перемещенных армян-арцахов, в том числе о нарушениях права на культуру, вследствие чего люди лишены возможности посещать историко-культурную территорию, участвовать в культурной жизни общины, передавать традиционные знания поколениям. Об этом пишет независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха». Число наследственно перемещенных граждан Арцаха в результате развязанной Баку 44-дневной войны 2020 года и военных действий, произошедших 19 сентября 2023 года, составляет более чем 120 тысяч человек. В результате насильственной депортации армяне Арцаха, отторванные от социально-культурных ценностей, лишены возможности реализовать и передать будущим поколениям знания обычаи и практики, связанные с природой, памятниками, общиной и культурным ландшафтом исторической родины. Уничтожение памятников, истории и культуры, разрушение и осквернение создали непреодолимые вызовы для всеобъемливающей реализации права на культуру. Все это также является причиной исчезновения элементов нематериального наследия, таких как диалект, традиционные блюда, ремесла, праздники, фестивали, традиционные игры, культура, ведение сельского и домашнего хозяйства, приостановление неформального культурного образования, создавая системные проблемы сохранения целостности, идентичности. Упомянутые процессы напрямую связаны с нарушениями проблемами реализации прав армян Арцаха на культуру. Платформа напоминает, первой универсальной гарантией права на культуру является статья 27 Декларация прав человека и основных свобод. Важным источником изучения права в области культуры является статья 15 Международного пакта ООН об экономическом, социальном, политическом и культурном праве. Следовательно, защита и сохранение богатого культурного наследия армян Арцаха является вопросом справедливости и императивом сохранения разнообразия богатства важной мировой культурной мозаики. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося армянского скульптора-живописца, основателя трехмерной и кинетической живописи Ерванда Кочара. Запланировано множество программ. Просмотр фильмов, выставки, образовательные программы, серия фильмов, армяно-французский совместный проект, рекламные кампании, мероприятия на международных площадках и прочее. Программа юбилейных мероприятий стартует с программы Кочар-фест. Также состоится презентация золотых монет, выпущенных центром банка. Канадский режиссер армянского происхождения Атоми Эгуян возвращается на Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В этом году Эгуян – председатель жюри короткометражных фильмов. Новый фильм Эгуяна «Семь плащей» состоялось на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. Фильм будет представлен на открытии 21-го фестиваля «Золотой абрикос» как ереванская премьера. В 2024 году международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 7 по 14 июля. В публике будут представлены конкурсные фильмы из разных стран мира, также фильмы самых престижных кинофестивалей. Деятели мирового кинематографа посетят Восточную Армению, где представят любителям кино свой опыт и творчество. В этом году «Золотой абрикос» уделит особое внимание столетию Шарля Азнавуры и Сергея Параджанова. На проходящем в салонниках чемпионате Европы по тяжелой атлетике М19 представитель Восточной Армении Валерик Мовсисян завоевал золотую медаль. Набрав двоеборье 301 кг, стал двухратным чемпионом Европы до 19 лет. Напомним, 9 июля 2023 года Валерик Мовсисян среди юношей до 17 лет стал победителем в проходящем в Кишиневе чемпионате Европы. Мовсисян завоевал золотую медаль в двоеборе с результатом 305 кг. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ. По-новому представляются различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях, правительство также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами Национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, WesternArmene TV не занимается саморекламой. WesternArmene TV стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok